Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь на углу Суворова-Ворошиловском. Надпись эту закрасили. Сегодня 12 апреля. Ее закрасили сегодня или вчера. Вы можете видеть, что напротив посажены новые деревья 10 апреля. Здесь было написано обидное слово про Путина. Еще закрасили какие-то рисунки на стенах. Но посмотрите, что они сделали. Остальное не закрасили. Что я хочу сказать. Лагвиненко не отреагировал на первый видеоролик, который был опубликован в крупнейших группах Ростова-на-Дону. Об этой надписи. Лагвиненко не дал распоряжение закрасить. Глава района тоже не дала распоряжение закрасить. Они прошляпили эту ситуацию. На мой взгляд, Лагвиненко просто не контролирует обстановку в городе. Раз он не смотрит или ему не докладывают новости, которые происходят и которые касаются лично его. Потому что сейчас, собственно, Лагвиненко должен объяснить, я по-прежнему считаю, что он должен объяснить и дать публичный ответ, по какой такой причине эта надпись так долго здесь висела, так как он единороссый, как требует кодекс этики члена партии Единая Россия. Если он не даст ответ, то, дорогие единороссы, если вы меня смотрите, хотя бы один из вас есть такой, который уважает президента Путина. Я с вами поделюсь фотографиями, что же здесь на самом деле было написано. И вы можете на своем региональном политическом совете решить вопрос об исключении Лагвиненко и Симаченко из партии Единая Россия. Потому что они прошляпили эту ситуацию. Это совершенно недопустимо. Вот если бы я 9 апреля ролик не выложил, вот сколько бы еще здесь эта надпись находилась? Я уверен, что на эту надпись бы никто не обращал внимания, пока бы наш город не посетил какой-нибудь крупный начальник. И тогда бы они побежали все закрашивать вперед, 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 вперед приводить в порядок. А если бы он приехал инкогнито, так сказать, и все бы это увидел или ему показали, вот это было бы весело на самом деле.